Сегодня 29 июля 2019 года. Это Елена Черникова, это Библиоклобус. Это клуб, восьмой сезон которого сегодня закрывается, чтобы в сентябре уже 30-го открыться вновь, будет уже 9-й. Но закрывая сегодняшний восьмой, я все-таки должна сказать, что я очень-очень благодарна Библиоклобусу за то, что он меня так нежно любит уже 8 лет. У нас есть новый зал, видите, какой огромный, я даже не знаю, что с ним делать. У нас есть огромный экран, у нас есть гости, которые, не взирая ни на какое лето здесь. Я очень люблю рассказывать, как я познакомилась с теми или иными нашими выступающими, гостями. Иногда я рассказываю, кто сидит в зале. Сегодня у нас довольно большая программа, поэтому я постараюсь говорить очень мало. И микрофон в основном предоставлять гостям. Но первой будет выступать Анна Галанина. Вот пока Анна выходит на сцену, потихонечку выходит Анна. А должна сказать, что Анна выступает у нас впервые. Для того, чтобы здесь оказаться, ну, мало просто писать хорошие стихи, правда? Конечно. Надо случайно оказаться на камушке. Помните, как мы сидели на камушке? Помню. Говорить надо только в центре. Помню. Да, мы сидели на камушке, беседовали на самые разные темы. Потом выяснилось, что мы обе любим Одессу. Это вообще было совершенно ни к чему. Но потом выяснилось еще многое, что мы очень не любим, когда нас случайно и репортажно фотографируют какие-то неловкие люди, которые не понимают, как важно правильно фотографировать женщину. Никаких психологических портретов. Нет, у меня там ловкий человек сидит. Он все знает, он все умеет. Ну, смотрите. Потому что мы уже сплотились. Мы все схвачены. Лена, все схвачены. Ну, хорошо. Хорошо. В общем, Анна Галанина впервые в клубе Елены Черниковой, в Библиоглобусе сейчас познакомит нас со своими стихами. И они на разные, в том числе трагические темы, но вы это все поймете сами. Анна Галанина. Спасибо. Добрый день. Аплодисменты потом, ладно? И в обоих случаях. Да, большая просьба. Я не буду много говорить. Елена все сказала, поэтому я лучше буду читать. Так будет правильнее, наверное. Мир фонарей светел, свет фонарей бежев. Каждый фонарь смертен утром, в ночи реже. Ломок его голос, враг фонаря камень. Жизнь фонаря волос из неживой ткани. До фонаря звездам То, что фонарь светит. От фонаря создан мир И живет с этим. Бродили по небу облака, похожие на зверей. И каждый зверь облакал, лакал, рождая других зверей. И превращался орел в осла, а лев уплывал змеей. Так в небе туча зверей росла и множилась над землей. Зверье лепилось у кромок туч и уходило в отрыв. Был каждый сам по себе могуч, бессмертен и горделив. Проднокопытен, член станок с подкрылками или без. Неважно было, ведь каждый мог на землю сойти с небес. Потом грозой падут, а пока все просто и без затей. Бродили звери по облакам, и не было там людей. Отражением в окнах поезда проплыла проводница с чаем. Шесть стаканов нести небоязно, лишь по ходу бедром качает. Время сонно рывками движется, ускоряясь на полустанках и листает в окошках книжицы. У попутчиков наизнанку замедляется. Параллельные, отражаясь, уснули люди. Завернулись в белье постельное, только пятки в проходе студят. И качается отражением то купе, то фонарь бродячий. То ли поезд застыл в движении, то ли время идет иначе. Разомлевшие в сновидениях, потерявшихся и вчерашних, тянет песенку незатейливо. Если раньше бы, если б раньше. Похрапывал скорый поезд, поскрипывал мимо звезд и только не успокоясь, крутил головою хвост, позвякивали стаканы и ложки бренчали так, что пятки у великанов качались на полках в такт. Дымил сигаретно-тамбур и лунно пылился свет. И сослеп у двери как бы, ворчали идущим вслед. И поезд пыхтел устало, так тьму прорезает крот от пункта, где все пропало, к другому, где все пройдет. Сейчас я хочу прочитать небольшой цикл стихов, посвященных Толочинскому гетто, в котором погибла практически вся моя родня. Чудом спаслась бабушка, буквально в последний день забрав детей и 300 километров от Толочина до Смоленска. Бабушки и папе, бабушки Мини и папе. Черта седлости не держит, ни черта. Толочин жался к перекрестку всех обочин. Погромов не было, так, сдуру, между прочим. И между делом дни тянулась череда. Хватало времени работать и рожать. И не скучны, но и недолгие были ночи. Мастеровых ковали жарко здесь. Короче, была у каждого и родина, и мать. Война и бег. И стал враждебен даже дым печей отечества. А жить хотелось очень. Обетованной стальямы вдоль обочин так жадно жить хотели мертвые жиды. Те, что остались и с детишками, и без. Над ним могил их желтых звезд чернели клочья. Спаслись отчаянные, без надежды, молча, детей в охапку и с бегущим фронтом в лес. И до Урала. У евреев много сил. Босые ноги в кровь месили пыль обочин. А где-то прятался за ставнями, толочин. И никого на том пути не приютил. По бабке был из крепостных. По деду Выкрест, Местечкова. Он получил в наследство сны. Деревня, кони, рожь, подкова, хозяин, розги, тень-плетень, хлеба и печь, весы и гири. Но раз в году был судный день, и приходили сны другие. Бомбежки, голод, погреб-склеп, овчарки, гетто, сжатые плечи, краюха хлеба, снова хлеб, все только хлеб и только печи. Проснувшись, долго всех прощал. Шел на работу, клерки, кейсы, был по призванию измещан. Но раз в году во сне кричал и рвал, как будто были пейсы. То ли мир ослеп, то ли Бог оглох, и не виден след, и не слышен вдох, не заметишь, как заболчат друзья. Вот погас очаг, вот и Бог озяб, темные образа и свеча коптит, Бог открыл глаза, в никуда глядит. И немножко повеселее, ну, чуть-чуть. Ржавым полем, полем ржи, по окаленьям межи, вдоль околиц, мимо сел, шли ослица и осел, а за ними друг и враг, с полной дурой дурак, толстяки с худым добром, за шубейками с бобром, за толпой тащился царь. Сколько ликов, столько харь, так попарно, кто как мог, изо всех спешили ног, шли туда, где ждал ковчег, чтобы выжил человек. После победы не до обиды, белые правы, черные биты, нежно сияют звонкие шашки, шахматы водят с фишками шашни, и, как обычно, с битой пешки не досчитались брошенных в спешке. Время прекрасное после победы, бой обернулся званым обедом, но из горбушки выкраден лапоть в корочке черной белая мякоть. Серые тени не кардиналы, чавкают чем-то, что перепало, кости кидает и между делом цыкают зубом черным на белых. Я обращала повеселее, но как-то не получается, я смотрю. Я вспомнила, пока вы говорили, что будет повеселее, я думала, ну, сейчас будет повеселее, давайте я буду веселее, а помните, что когда мы познакомились, это была презентация очередного номера одесского журнала «Южное сияние». Так получилось, что и она там была напечатана, я там была напечатана, я, правда, стихов не пишу, к счастью. И вот мы там познакомившись, разговорились, и я еще заметила, что Анна на той презентации свои стихи читала наизусть. А я очень люблю, когда поэт свои стихи знает наизусть. Я ни в чью сторону сейчас ни киваю, никуда камни не бросаю, но я почему-то воспринимаю человека, читающего свои стихи наизусть, ну, сразу всерьез, ну, я не знаю, почему у меня такое вот искривление. Ну, если я написала стихи, то запомнить я их могу, а если я не могу запомнить свои стихи, то с какого горяча кто-нибудь будет вообще-то их запоминать. Вот я же говорила, вы с юмором, давайте повеселим. Можно дальше, да? Да, конечно. У вас не будет, нас не станет, мир расстанется прекрасен, ваши двери, наши ставни обновят и перекрасят, не запомнив наши лица, позабудут нас с тобой, на скрипучих половицах развернут рулон обоев, стены заново оклеят, и окно законопатит, мимоходом нас, жалея нас, не хватится, не хватит, к новоселью табуреток, и таблеток для похмелья, если нас встревожит это, мы тихонько хлопнем дверью, оглянуться будет повод, и пока не держит вечность, мы отпустим домового, пусть вздохнет по-человечьей. И небольшой цикл в московске, ну, кого Москва не вдохновляла, меня в том числе, я минчанка, кстати, в Москве живу 6 лет, притянули, у ветра подняты закрылки и отказали тормоза, прохожих зябкие затылки, витрин холодные глаза, и никому никто не нужен, тепла хотели, да не ждут, идут попутчики по лужам, по снегу встречные идут, воротники и капюшоны, фигуры съежные на треть, и каждая смотрит отрешенно в себя, куда еще смотреть? Сны из дома тревожат реже, клином клин по версте верстой, ностальгию слоями режу вдоль арбата да по Тверской, невидимкой в толпе прохожих постигаю прозрачность лиц и молчание скворцов, я тоже из таких перелетных птиц, клин усталых пятиэтажек исчезает в глухой доли, там забудут меня, я даже не услышу, как отболит, затяну поясок потуже, чтоб свободнее и шире шаг, все бульвары пройду по лужам, упоительно, не спеша, вдруг опустится небо ниже и прольется в колокола, оглянусь и свой дом увижу, потому что Москва мала. Идешь и шепчешь, еще не вечер, а звезды светят еще не утро, и хорошо бы тылу повечи, Москва застыла, как волчий хутор, и каждый встречный неудачник, других в мороз не погонит, кроме бродячих псов и поэтов, значит, наш пробел час, как всегда, неровен, и кто-то был или есть, неважно, сбивай шаг, подбивай шестроки, мы все бродяги в одной пряжке, и только тени не одиноки. На моросейке моросит, и день деньской, и вечер каждый, скрипит бульварные в оси, у стен Москвы малоэтажный, под капюшоном добровей, идешь нелепы и неловки, всех встречных зонтичных правей, от моросейки до покровки. Брусчатка усмиряет шаг, у подворотни в переулке, здесь не живут и не спешат, и каждый звук простой игулки. Прийти сюда, смешной зарок, все возвращается, ты тоже. Тебя берет под козырек подъезд, на воина похожий, решеток ржавая броня, и баррикадами ступени, и дверь убитую хранят, полы, что о тебе скрипели. В кармане штоф, походный нож, горбушка, ливерка, газета. В окне все дождь, ты все идешь, туда, где свет, в дому, без света. Двор был стар, а дворник болен, и в пространстве не совпали. Отпустили снег на волю, чтоб жильцы его топтали. Те старались, до ночи провели черту тропинку и пунктир в обход песочницы, шириной в пол ботинка. Но к утру пришли метели, замели тропу и двери. Дворник прятался в постели, виновата, здоровее. Водку пил глотком немелким, с тем, что доктор прописала. И мечтал о деревеньке, где сугробы цвета сала. Нос мусолил за навеской, вдаль смотрел, уйти б туда-то. Но в дверях стояла веска, деревянная лопата. По третьему транспортному кольцу с усталостью храбреца шагала лошадка. За нею вцук, бредущая к праотцам, старик и старуха, приблудный пес, сапожник, солдат, портной. Бродяга во войске заначку нес, что с богом и по одной. А следом в развалку шагал палач, иску подавил слезу. И мальчик ничей все шептал, не плачь, показывая козу. Сейчас точно веселый. Вот сейчас. Хорошо быть абрикосом или даже апельсином и зеленого откоса наблюдать за небом синим, за оранжевым закатом или глупым помидором розовеющим покаты, осыпаешь цветом горы, издавать жару от счастья, ждать дождя в плену веток и не рвать себя на части в час последнего рассвета, что наступит неизбежно. День придет, наверное, будни, и тебя прикончит нежно и любя усталый путник. Дожди лупили по дождям и по стеклу в захлеб стучали, и, вторя всем земным печалям, сверчок за стенкой верещал, что в смысле жизни смысла нет, и все не в счет, и все неверно. А дождь ворчал, что это нервы, заслонял угрюмо свет. Но ты плевал на этот дождь, слегка насвистывал про лето, и браком краснел при этом в твоей тарелке кислый борщ. Ты расправлялся с ним всерьез, вгрызаясь в ребрышки, любовно и беззастенчиво. Ты словно себя на блюдечке принес и положил к моим ногам. Бери подарочек, подруга. А дождь в окно лупил с испугу, что не возьму и не отдам. И последнее. У тебя на стенке гвоздик, у меня на сердце тяжесть. Мы висим и не лозим рядом с веером бумажным. Наша рамочка тускнеет, но никто не замечает. А на полочке под ней наши книжки заскучали, в них остались наши мысли и следы кофейных чашек. Обними меня в той вывесе, где не тесно, душам нашим. Анна Галанина. Спасибо. Анна. Будете автографы раздавать? Просят на бис. Так. Это можно. Маргариту, я объясню, в чем дело. Маргариту, у нас было медиалитой, я была там заведующей главной. Это было, я потом ушла из этого. Откуда? Я не поняла. Где? На сайте на одном было медиалитом, мы решили читать свои стихи. Что у вас было? Медиалитом, его так назвали. Медиалитом? Это было сообщество авторского чтения. То есть поэты, писатели, мечтали. Все только на свете не бывает. Ну, Маргариту я не прочитаю. Наташенька, при всем... Дело в том, что это было... Ну, как тебе объяснить? Я его даже нигде уже не... Не в одном сборнике, я его не показываю. Я считаю, оно мне не нравится уже. Вы много успели за недолгое время писание стихов. Дело в том, что Анна, поэт, достаточно юный. Ну, всего несколько лет, да? С девятого года. Ну, то есть десять лет тому как? Дело в том, что там сидит просто вот моя давняя-давняя подруга из медиалитом. И она прочитала Маргариту замечательно, прекрасно. Наташа. Псевдоним есть. Псевдоним не буду озвучивать. Да. Поэтому, Наташенька, извини, просто нет. Я уже не помню. Спасибо. А я прочитала «Проводницу». Я прочитала. «Проводницу» никто не заметил. Что? Прочитайте «Проводницу». «Проводницу». А, вы потом поняли. Что-что? Да, я читала, читала, читала. Какое-то недоразумение. Кто-то расслышал, кто-то нет. Анна, вам надо подумать над манерой чтения, чтобы расслышал весь зал. Как название говорить. И даже представители медиа ЛИТО. Да. Ну, два можно. Только можно только в микрофон. Оттуда ничего не слышно. Я отменяю. Ну, как знаете. Да здравствуйте. Вы понимаете, мы в прямом эфире сейчас. Мы сейчас не в медиа ЛИТО, и вообще не в ЛИТО. Мы сейчас находимся в прямом эфире. И поэтому нужно, чтобы вас было слышно на всю Вселенную. А для этого микрофон. К сожалению, мне сказали, что читать здесь гостям не положено, поэтому я как бы не совсем готова. В следующий раз с большим, огромным удовольствием. Я хотела сказать два слова об Анне. Мы познакомились в девятом же году в интернете на сайте ЛИТСеть. Анну я выделила просто... Нет, это было в десятом году. И на другом сайте. Ну, неважно. Сейчас мы вместе на сайте ЛИТСеть. И были у нас совместные очень интересные проекты. Анна их возглавляла. Мы делали конкурсы декламации. Анна декламировала сама, привлекала людей. И вот уже несколько лет подряд я очень подробно слежу за ее творчеством. Она растет просто от стиха к стиху, от строки к строке. Я потрясена московским циклом. Вот так проникнуться за короткое время Москвой не каждый москвич сможет. Я очень рада, что ты теперь вместе с нами, что мы им в конец встретились. Извините. Это наша первая живая встреча. Спасибо, что... Ну, надеюсь, не последнее. Вы знаете, как сильно сон-то в руку. Мы следующий сезон, то есть 30 сентября, открываем как раз со странички москвоведения. Вы как знали. Анна рвется уйти со сцены. Некоторые рвутся на сцену. Я знаю, что цветноты. Я знаю, что все расписано по минутам. Цветнот, конечно, цветнот. Такие люди чудесные пришли. Что там цветнот? Анна Галанина. Огромное спасибо. Урожденная Менчанка. Вот теперь и вы москвичка. И пишущая стихи совсем недавно. Поступила абсолютно правильно. Пришла сюда. И не только с мужем, но и со своими читателями и почитательницами. Мне очень приятно, что человек так правильно себя ведет. Да сделает так каждый, кто выйдет на эту сцену. Огромное спасибо, Анна Галанина. И очень рада вашему дебюту в нашем клубе. Так, теперь я хочу вам показать то, что немножечко удивит, немножечко удивит, ну, скажем так, завсегда-то и этого клуба. Видели вот этого человека вот в этом клубе обычно с гитарой. И она пела на таких языках, как разные, то на английском, то на испанском, песни. И у нее даже была подруга Вика, которая на Дарбуке ей аккомпанировала, и дуэт назывался Поли и Вика. Полина и Вика. Ну вот. А сейчас я вам покажу небольшую фото-выставку. Она совсем маленькая. Сделана эта выставка вот этим человеком, то есть Полиной. Общее название выставки «Свобода». Почему «Свобода»? Это потому, что я считала, что лучшее, что можно сделать с человеком, воспитывая ее, его, в общем-то, какого-то человека воспитывая, это дать ему ощущение свободы и научиться это ощущение свободы выражать в той или иной знаковой системе. Вот сейчас быстро показываю вам, что получилось из представления этого фото-художника о свободе. Поехали. Всем видно? Большего экрана у нас нет. Это самый большой во всем Библиоглобусе. Это все правда. Да, я забыла сказать, что модель, она же и фотограф, то есть все это селфи. И это тоже селфи. И это селфи. Представьте себе, и это селфи. Ну, это просто человек, которого фотографируют со стороны это селфи. человек, это селфи. Продолжение следует... И это селфи. И это. Это руки гитаристы. И это селфи. И это селфи. И это селфи. Но я передам, что некоторые аплодисменты в конце все-таки раздались. Это куски из будущей книги «Мертвое море». Если кто-то захочет аплодировать, то дождитесь, когда я разрешу, ладно? Об этих стихах, о которых сейчас вскользь сказал Ефим, американский поэт Яна Джин написала так. Это лучшее, что я читала за очень долгое время и на русском, и на английском. Но она по-английски читает и пишет. Сильные стихи, без единого лишнего слова или сантимента. Приговор нашему времени и нам, и не только нашему. Среди мусора, дешевой иронии и не менее дешевых слез. Это отточенный трагедия. Это отточенный трагизм, настоящая трагедия. Библейские стихи. Это Яна Джин, США. Море, форточка, небо, которую выбил Бог. И свобода уже не свобода, а пепел с завета. Я влачусь по пустыне, уже за пределом свобод, за пределом любви, за пределом пространства и света. Перепуганный ястреб растаял в пространстве пустом, в беспорядочном свете, как в стае взбесившейся моли, что не город вдали, обязательно город с садом, что не море в ног, обязательно мертвое море. И куда не пойду, и чего не коснется рука, все уходит в песок, обращается все в пепелище. Я влачусь по пустыне, я часть мирового песка из песочных часов, у которых оторвано днище. Говорила, что я не умею уже любить, что любовь перепутана с болью, но любить человека значит почти убить. Человека вместе с его любовью море, форточка, небо. По небу гуляют ветры, только ветры шумят, из законы почти пусты, потому что уже подступает конец геометрии, и из точки «я» все труднее добраться до точки «ты». Пространственная форма пустоты, дыра в заборе или кукиш рамы, застывшие солдатские кресты, свистящие снежные панорамы, звезда в ночи, огонь из блиндажа, самоубийство, как побег из плена, фигура бесприютного бомжа, как сгорбленная формула вселенной, вселенная бездомна, как огонь, кочующий по воющим каминам, как осень, как отцепленный вагон, как запах облетевшего жасмина за пустотой поникшего лескуста сплошной пустыней, обреченно стынет иная жизнь, иная пустота, иных пустот бесплодней и пустынней. Давай с тобой уйдем через забор, через дыру, и станем переулком, и станем ветром, и закончим спор на перекрестке, и закончим спор на перекрестке, и гулком, так дерево становится золой, так грешница становится невинной, трава стерней, разваленной землей, а роща переливом соловьиным, так талый снег становится водой, так звездной ночью, Распуская космы, ты станешь ослепительной звездой Перечеркнувшей падающий космос Нам выпала забавная игра Щекочущий сквозняк далеких странствий Пространства нет, есть вечная дыра В окаменевшем облике пространства уйти из дома Как взойти на крест и стать крестом Как злак у корка и хлеба Так свищет над планетой Эверест Смиренно принимая форму неба Мы в мертвую держались за скобу родного дома Но скрипится со стоном гнилая дверь Не обмануть судьбу, ты чувствуешь Уносит вместе с домом Простите, если я буду пить, я только из гриппа вылез У меня горло И снова я к тебе не успеваю И мне уже, наверное, не успеть Не выдохнуть, не встать и не посметь сказать тебе, что я не успеваю Я знаю, за чертой готовят плаху Да будет казнь, да будет на заре Мир праху твоему, свобода праху Свободному, как кровь на топоре В театре, где история раба Безгласная служанка бельпомены Рожденная, как Ева из ребра Из синтеза коварства и измены Как та ерихонская труба Невинная приспешница новина История преступна и невинна Невинной преступна, как краба Страшащаяся вечно не успеть На вечный пир На собственную смерть Вот так я к тебе не успеваю И мне уже, наверное, не успеть Не выдохнуть, не встать и не посметь Сказать тебе, что я не успеваю Что по пятам за мною из огня Поспешно за собой мосты сжигая Бежит, бежит за мной не успевая Эпоха обреченная моя А мне Господь Не дал проводника Не понимая, где восток, где запад Сорвавшись, словно сука с поводка Бегу, ориентируясь на запах Под бесконечным ливнем октября По осени, по прошлогодней гнили Мне черт, не черт Вергилий, не Вергилий, а впереди Ни дна, ни фонаря, ни улиц Ни зарубки на пеньке, ни звука Лишь у мусорного бака Задравши лапу, писает собака Рисуя схему жизни на песке Зачем дорога, если нет конца дороги Для чего в краю осиновом Играя роли сына и отца Не быть по сути ни отцом, ни сыном Ни мастером, ни глиною Зачем продрогшим псом Под бесконечным ливнем Изнемогая от житейских схем Бежать стремглав за журавлиным клином Свободы нет Незримый поводырь Меняет вечность на часы и годы Но горизонт, изъеденный до дыр Еще таит иллюзию свободы Как хочется На круге, на шестом Или седьмом Когда иссякнет вера Остановиться, возвратиться в дом И в дураках оставить Люцифера Но нет уже ни дома, ни крыльца В пространстве, где ни выхода, ни входа Как сладостно, как гибельна свобода Лишенная начала и конца Ревет огонь, изнемогает ночь И прямо посреди кипящей бездны Выламываясь из привычных нот Безумствует симфония победы Меня прислали сказать вам Что он не придет Но мне самому не сказали Что он не придет Он не придет Хожу и всем говорю Не замечая, что дело движется к октябрю Не замечая, что дело движется к холодам Осень искрит, как улей Как Нотр-Дам Месяц с серебряным ухом В стойле небес придет Он не придет Говорю я Он не придет Скверы, трамваи, бюсты Реклама вин Мы словно две собаки Холодно нам двоим Он не придет Хожу я и говорю Не замечая, что дело движется к октябрю Стынет трубач в подъезде Спит велончелист Снова врастает в ветку Желтый опавший лист Музыка заблудилась Кто не придет Кому Ум уже не подвластен Собственному уму Он не придет Заклинаю Он не придет Кто-то шуршит над ухом Словно меня крадет Тени ворон Аптека Сходка ночных воров Лай поцелуев Из проходных дворов Господи Вспомни Ведь это же я В новой матроске Рядом со мной Мама моя На перекрестке Так и стоим Под ослепшим дождем Южного полдня Словно чего-то по-прежнему ждем Господи Вспомни Сам меня выбрал И сам не узнал И никогда не узнаешь Похоже Я ничего тебе не доказал Ты мне тоже В памяти мамы Собака лает Ветер носит Луна бежит на поводке Внезапно выпадает осень Гадая ливнем по руке И клен Лишившийся убора Метлой гоняет Лунный челн И жизнь Калиткой без забора Скрипит Неведомо зачем А что нам надо было В мире Заполнить пустоту Листа Я тоже в Придорожном тире Когда-то мазал Сто из стаи Слава Богу Шиш в кармане Вода в ладони До тоска Внезапная Как мысль о маме Уснувший Посреди песка В чужой Измученной пустыне Где царствует верблюжий зной И память о заблудшем сыне Едва влачится за страной Где нет ни осени Ни снега Ни ливня Чтоб ночами лил Одно расплавленное небо Лежит на выступах могил Две жизни В их пути недлинном Пытаюсь нанизать на нить Но это небо С этим ливнем Мне не дано соединить Переводчик Толмач Кукловод Жалкий пленник Случайного розчерка Сам живу Как чужой перевод С неопознанного подстрочника Непонятную силой Введом Непонятно куда и откуда Переписан и переведен В этот мир Из подземного гуда Из болот Из далеких пустынь Из глубин огнедышащей магмы Я никто Я не чей Я не сын Я забыл свою бедную маму Но прошу Выходя за порог Если можете Переведите Недопереведенный народ В недопереведенном Египте На Валдае На Волге В горах Запорошенных Снежную синю Чтоб попасть Через голод И страх Из пустыни В другую пустыню Инна Леснянская Об этих стихах Стихи эти Так насыщены страстностью Дают такой большой Зрительный ряд Событий и лиц Что создают Некую общую маску Нашего времени Но здесь не маска О живые события души На фоне безумного мира Инна Леснянская Поэт Вряд Государственной премии России Я вырос на руинах Той войны Там, где за водкой И в кровавых драках Вернувшиеся с фронта Пацаны Достреливали жизнь Свою в бараках Хватаясь за ножи и топоры Размазывая братьев По заборам Я тоже мог По моде той поры Заделаться убийцей Или вором Но у меня Своя была война Свой вечный бой Который вечно Длился между двух дворов И не моя вина Что я родился Там, где я родился Пока вели угрюмый разговор Крутые мужики В угаре пьяном Мы пять за пятью Занимали двор Заросший по великой Бурьяном Мы шли на штурм Разболтанных оград Чужих дворов Ломая ветки С хрустом Ни славы ради И ни для наград Там был наш враг А я считался русским Я шел вперед Я был почти комдив Мы против комьев В полный рост вставали Ворчал сосед Мол, мало вас, жигив Фашисты на войне поубивали Безногая Безрукая война Еще блуждала В переулках стертых Выменивая хлеб на ордена Сверкавшие на грязных Гимнастерках И что нам До великой мировой Застывшей в историческом Провале Когда уже и с нашей Дворовой Иных уж нет А те Отвоевали Отец Значит, август Значит, дело в августе Не на спас Так не облакопад Так забытый мяч Застрявший в ауте Яблоком в траву Уходит Спать Значит, август Значит, дело в яблоке Так и не надкушенном Чужом Старой Евой На воздушном Ялике Уплывало Лучше из жен Таял голос В полустертой Скрипочке Взятой в плен На той Большой войне Где судьба Висела Как на ниточке На одной Подпиленной струне Подавив В себе остатки Крика То вздыхая То визжа Как плеть Как она Скрипела Эта скрипка Как срываясь Умудрялась Петь про друзей Про тех Что папиросы Так и не купили Никогда Беззвучно Выпадали Росы На разрушенные Города Где неслась Разлука Ты разлука С этой И с противной Стороны Я на свет Родился Тенью Звука Чудом Долетевшего С войны В мир Где ты Храняв Дырявом Ранце Вместо Жезла Свой Заплечный Рог Сам себе Назначил Долю Агнца За которым Явится Пророк И когда это было Мне вспомнить Уже не дано На царапину памяти Не наложить Подорожник Но всплывают Ночами Как кадры Цветного Кино Балагула Веселый Портной И безногий Сапожник Три ошибки Войны По ошибке Оставлены жить В этом маленьком Городе Там Где по воле Господней Вечным Жидом Назначен был Каждый Расстрелянный Жид Под стволом Автомата Встававший На край Преисподней Три ошибки Судьбы Выпивали Сперва По одной Бесконечный До три ошибки Беды Рядовой Государственный Сор Как Подбитые Птицы Клевали Субботнюю Пайку И тянули Вино И тянули Пустой Разговор И тянули Напившись Свою Тумбалаб Балалайку Где я видел Их лица Зачем Выплывают Они Из далекой Страны Нагоняют Тоску И усталость Из забытых Времен От которых Остались Одни Головешки Пожарищ И даже Страны Не осталось На руинах Страны Догорел Окровавленный Век Что охотился Так Как за дичью Охотится Лайка Только Ветхая Память Осталась Сухая Как Ветхий Завет Только Три Старика И Суббота И Тумбалабайка Попытка Баллады Они Живьем Зарыли Прадеда И Кузницу Его Взорвали Наверное Это было Правильно Иначе Бы Не Зарывали Иначе Бы Талмуд Почитывал И Раздувал Михей Для Горна Скупую Денюжку Подсчитывал И Жил Себе Не Зная Горе А Так Зарыли Вместе С пейсами Талмудами Кузнечным Потом С тоскливыми Как осень Песнями Что пел За рюмкой По субботам А сын Стоси 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 и на Вену. Наверное, это было правильно. Иначе бы не шел, наверное. Иначе бы Талмуд подсчитывал и раздувал мехи для горна, скупую денежку подсчитывал и жил себе, не зная горя. А мне велят сегодня каяться за то, что мы переплатили за кузницу, за то, что, кажется, не так, как надо, победили, за то, что жили так неправильно, неправильные песни пели, за то, что закопали прадеда. А деда так и не успели. Мы на середине. Может быть, есть ли вопросы у кого-то в зале? Потому что дальше пострашнее пойдет. Я-то вижу, что еще впереди. Ну, терпи. Садитесь. Вы не могли бы? Спасибо. Наталья. Спасибо, Наталья. Мы продолжим. Пока у нас такая внезапная пауза, я бы хотела еще одну очень дорогую мне цитату из Игоря Волгина привести. Можно? Ефим. Цитата из Игоря Волгина мне дорога еще тем, что мы с ним совпали по отношению к звуку. К звукописи. Точнее, это два мелодических полотна, которые живут отдельной жизнью. Так вот, Волгин пишет, «Именно он звук решает все, все эти ассонансные рифмы с одной стороны, свидетельствует о распаде самого бытия и поддерживающей его гармонии, а с другой эстетически примеряют с той бездной, на краю, которой мы оказались, ибо поименованное уже менее властно над нами, чем неопознанное и неназванное». «Конец истории», пишет Волгин о Бершине, «осмыслен как гибель культуры, которая лишь и способна уберечь мир от подобного исхода». Это была цитата из заметки Игоря Леонидовича Волгина, профессора Московского государственного университета и поэта прекрасного о поэзии Ефима Бершина. Там прозвучало слово «исход» как раз в следующих старин условно будет исходом. «Кругом песок и лица как из гипса и небо расползающийся шелк. Наверное, я не вышел из Египта, а если вышел, так и не дошел до купины, до истины, до света и до обломков золотых тельцов и без меня святой ковчег завета пылал на спинах новых мудрецов. Они меня нарочно не пустили на этот пир, закрывшись на засов, и мне уже не выйти из пустыни и не догнать отцов и праотцов. Я пошел по зимникам, заимкам, в краю, где мир с угробами зачат, где в зимнем небе моментальным снимком тоскует замороженный закат, кругом снега, замерзшие осины, исхваченная инеем луна, и мне уже не выйти из России, пока в снегах не вспыхнет купина. Не трожьте лебедя и ворона не ешьте, а также цаплю, пеликана и удода, но прежде ворона и ближнего не режьте, не режьте ближнего, испортится погода. Мы жили весело, и ворона не ели, стучали в бубны, пировали на поминках, когда и пули нам свистели, как свирели, и подрывались наши ближние на минах, но заповедал в книге жизни или смерти кудлатый выродок, пророк чернобородый, не трожьте голубя и ворона не смейте, поскольку ворон неприемлемой породы. Сегодня дождь смывает яблоки с деревьев, как будто души избавляются от плоти, и просыпается размытая деревня, перенесенная с сезановских полотен, как неожиданно испортилась погода, никто и знать не знал, не думал и не ведал, наверное, кто-то человеческого рода на ужин цаплю или ворона отведал, и дым клубится понад выгоревшей нивой, и скачут лошади, сбежавшие строй, и где-то рядом, за Днестром или за Нилом, уходят в сумерки уставшие герои, им было облако и море по колено, кутили заполночь, но заповеди чтили, все было правильно, когда бы не Елена, точнее ворон, вот его и не простили, бежали месяцы, как кровь бежит по венам, мы жили весело, того не зная сами, что кто-то ворону однажды заповедовал кружить над площадью усеянной глазами. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Псалтырь. Ни земли, ни плодов разбрелись шерстяные отары, где верблюды и овцы и женщины цвета песка, только дождь за окном, заколоченный пункт стеклотары, перебранка котов да таинственный зов сквозняка. Расчлененное солнце садится огрызками дыни и врывается в окна чужой остывающий сад. Пастухи и пророки навечно ушли из пустыни и угнали стада и уже не вернутся назад. Ни земли, ни плодов, темнота в засыпающем доме из раскрытого тома сквозит бесполезный завет. Лишь сквозную дыру от пробитой гвоздем ладони можно вечность увидеть и прочий нездешний свет. Только дождь за окном, листопад и низги не видно, то ли ночь на дворе, то ли лето пустили на слом. Лишь ободранный нищий похожий лицом на Давида в переходе метро допевает последний псалом. Когда мы шли с тобой в Ярушалаем по переулкам и дворам Москвы, где нас собаки провожали лаем, где мы скрывались от людской молвы в каком-то затрапезном кинозале, где синий сумрак был неодолим, мы прятались, чтоб люди не узнали, что мы с тобой идем в Иерусалим. И даже там на переходе узком, где таял под ногами снежный наст, скрывали лица, чтобы не был узнан никто из нас. Мы крались под московными лесами, под небом перевернутым вверх дном, уже порой не понимая сами, куда идем и для чего идем, и заблудились. И когда над бездной явился город белый, словно снег, мы поняли, что город был небесным, не тем, что нам привиделся во сне. Горел рассвет, как рог единорога, белела башня в мареве огней, и оставалось два шага до Бога. И стало страшно, но еще страшнее, вернувшись, оказаться в том же зале, где истины не видно из-за тел. И стало ясно, что меня узнали не те, не так, и даже не за тем. В памяти Инны Леснянской я охранял пространство и окно от сновидений и дневного Бога, бродил по дому, допивал вино, курил у деревянного порога, как сторож, окликал любую тень, стоял столбом, как печь на пепелище, но кто-то вечно крался из-за стен и проникал в уснувшее жилище, и выдавал себя движением крыл, и сквозняком, и осторожным шорохом. Здесь Бог ночами тоже говорил, но только шепотом. Сырое одиночество огней, промокший бюст народного артиста, летит квадрига клоттовских коней сквозь мелкий дождь, как колесница Тита с большого в направлении Кремля, над стройкой, подпираемой кружалом, над сквером, где трезвонят тополя набатом, перед будущим пожаром по улицам горбатым и косым. Неудержимо, следуя прогрессу, летит сквозь дождь Веспасианов сын, влюбленный в иудейскую принцессу. Уже давно распяли на заре юродивого юного раввина, и напряженно дремлет на зале сожженная российская равнина. Из храма, заслонившего пустырь, смывает дождь, остатки позолоты, молчит Христос, безмолвствует псалтырь, не спят в Кремле кремлевские зелоты. И поутру, покинув мавзолей, всесильный ирод на всеобщем рынке недоуменно бродит слеть людей и милостыню просит на ордынке. А люди, вырываясь из оков, копают в рост ненужные окопы и заглушая сорок сороков, заводит бах тревожные синкопы, а дождь идет холодный, проливной, глухим напоминанием о Боге я молча дирижирую луной и больше не мечтаю о свободе. Покуда мы свободою горим, горят костры, смещаются границы, тоскует Русь, изнемогает Рим и Ирода украли из гробницы. Любимый стихотворение Маши. Осенние ямбы. Собаки носят осень, во всю собачью прыть и листья словно осы слетаются в костры и лес перерисован и в небе решито и мир перелицован как старое пальто и кто вчера был в силе уже не Бог а шут опять по всей России гнилые листья жгут и дым плывет как призрак в стране лесов и рек где призван но не признан блуждает и мерек бездомный как мессия которого не ждут опять по всей России гнилые листья жгут и вырвавшись из плена взошедшая со дна пылает как гиенна великая страна но отражая танец огня сверкнет тесак а кто сегодня агнец вдруг спросит исаак у горного отрога где закипает ночь если нету бога кто остановит нож и что им ответит угрюмый аврам как страшно воет ветер по скверами дворам как долго тлеют листья меняя век на мих как будто тлеют лица товарищей моих и так скрипят осины как будто кони ржут опять по всей России гнилые листья жгут и по лесам окрестным торопят время вспять как хочется воскреснуть пока другие спят последней электричкой осенний вечер стерт бреду сжимая спички раскладывать костер пока на лес и купол церковный на острог на бледнолицых кукол стоящих вдоль дорог на добрых и недобрых на поле и ручей на ангела подобных воров и палачей на изумленных пьянец не сходит благодать но кто сегодня агнец уже не угадать упомянутая Маша у которой это стихотворение любимое это потрясающий поэт Мария Ватутина который ага вот Маша здесь нет ну Маша мало ли какая Маша Мария Ватутина любит стихотворение осенней ямбы Маша есть Маша друг и сестра вот ничего не прошу ни хлеба ни очага на иконе окна под музыку листопада догорает тополь гаснут твои стога потому что осень и мне ничего не надо нагорает тополь время медленно движется к октябрю и мгновенные истины у дождя воруя нет не дай говорю возьми ему говорю потому что сегодня я дарую и когда скользнув по камням покатом я проник в игольное ушко даже не оцарапав кожи стало ясно что уже мне не быть богатым и верблюдом тоже за стеной где закат как арбузный сок где еще недавно велась охота бесполезные кони грызут песок и беспомощно валятся в пыль пехота я проник за камни за самый край в то пространство где уже ни войны ни паники где чадит огнями внезапный рай как церковный канунник свечами памяти где актерам уже наложившим грим но пока не узнанным за этим гримом вырастает из пепла четвертый Рим еще не опознанный третьим Римом где уже никому не быть и не сметь быть властителем или жертвой где предтечи жизни блуждает смерть окровавленной акушеркой средиземное море теряет ритм и волна пожирает волну и звезда уже больше не говорит со звездой и идет ко дну и голодное море только грим нанесенный на лик веков а на дне средиземном тоскует тоскует Рим синкопическим лязгом оков а на дне средиземном пылает храм изнывает ирод и рот человеческий заново к топорам призывает беспечный рок и расплавленный ворон в дыму парит завершая тоскливый круг и из пены выходит не Кипр а крик афродиты лишенной рук и гремит барабанщик не зная забот закипает кровь на губах аритмия синкопы убитый бог иоганн себастьян бах ну еще одно которое я запланировал сегодня для вас на балтийских болотах где зреет стальная тоска над чухонской тайгой позабывшие дыхание снега где желтеет вода где все больше и больше песка бедуинским шатром распласталось осеннее небо и ложится на землю верблюжьего цвета листва и бездомные осы ломают засохшие стебли и чахотошный чехов едва подбирая слова выдыхает в пространство их штербы их штербы их штербы выхожу на порог отгоняю бездомных котов догорает закат и душа еще вроде претеля но тяжелым дождем на уснувшие крыши домов опускается с неба тягучий песок иудеи за вселенский разгул и за пращуров попраны прах за безумные речи которые нам не простили за поверженный Рим за глухой перезвон тетрадрахом на российских просторах является призрак пустыни и кудлатых пророков покуда лишенных имен зазывающих клекот из душной песчаной метели и гортанная радость забытых окрестных племен отогнавших отары в отныне иные пределы что же делать мой друг да и стоит ли наших забот в опустевшем пространстве искать золотого кумира если выйдет пустыня сюда переселится бог и сыграет на скрипке свое сотворение мир я надеюсь все смекнули при чем вы сегодня присутствовали это не просто предпоказ книги мертвое море это первая попытка ее дать голосом и это как вы понимаете очень энергоемкое происшествие с больным горлом ладно но это еще надо выдержать каким-то образом с помощью сердца поэтому не вы можете конечно задать поэту какой-нибудь вопрос или два даже два можно можно даже подойти и руку пожать можно можно пожать нужно говорить можно только в микрофон да пожалуйста возьмите меня зовут Мак Жорницкий я тоже поэт вот я такого поэта слышу первый раз и я употреблю русское слово ошарашен силой таланта поэта который сейчас выступал и сейчас я к концу уже у меня такая мысль а с кем сравнивать Бровским нет в общем это такой Мандельштам номер два только живущий сейчас и наверное еще много нам написавший я очень благодарю очень благодарю будут книги насколько я понимаю здесь книги есть продаются здесь продается проза Ефима Бершина она где-то там да а та книга которая сейчас вот показывалась она еще не дописана ну и соответственно не издана но проза в общем вы знаете хороша вот она здесь продается что до сравнений насчет там Мандельштам 2 Бродский 3 или еще у меня например представление что это инкарнация Лермонтова но тут можно спорить знаете можно не делать этого но когда вопрос такой раскаленный зачем вот это вот все то это мне напоминает Михаила Юрьевича вы что-то хотели спросить только вот в эту вот серединку вот этого предмета ну я вам дам спасибо извините конечно я немножко задержалась просто хочется узнать в каком состоянии пишется подобное понимаете это вот неописуемо да вот уже было сказано что это как лавина сверху это же не просто так человек садится и думает я сейчас напишу что-то должно быть как предвестник как предвестник буря а он мятежник типа того как буревестник Наталья Тарабри я тоже Наталья Наталья да я не знаю Наталья в каком состоянии это пишется это лучше вам этого не знать знаете у меня есть друг один замечательный поэт кстати главный редактор Иерусалимского журнала в Израиле Игорь Бяльский вот он он живет под Иерусалимом в таком поселении Бекоа там главная улица у них знаете как называется улица пророка Амоса и он водил меня в ущелье и показывал там говорит вот Амос он был обыкновенным пастухом он тут пас коз овец он был неграмотный но иногда на него находило вот когда находит вот тогда и пишет вот это вот реплика мне очень понравилась упаси вас Бог Наталья что-то еще может быть что-то интересное кто-то хочет вот у Марии Ватутины вот которая была упомянута как Маша есть слово очень важный вопрос Афима а как вот тебе удается Ефим Львович вот так распределить воду в стакане чтобы ровно хватило перед последним стихотворением последний глоток ну между прочим ты не заметил я подливал я второй раз это замечаю я подливал Маша Маша все не так плохо все распределено надолго вперед я маленькую рекламу маленькую просто Ефим Львович еще будет у нас выступать в сентябре в Амхате как литературовед как критик литературный деятель он будет возвышать Игоря Ильича Волгина я буду представлять Волгина в Амхате а потом он будет еще читать просто я хочу обратить ваше внимание что сентября запускается проект в Амхате там будут как раз самые лучшие поэты это хорошее известие хорошее вершин как литературовед это сильно ну а что ж можно и так ну в принципе ничто как говорил наш друг как говорил наш друг Лареш Фуко ничто не кончено для того кто еще жив так что да действительно почему бы и нет есть еще у кого-нибудь какие-нибудь сообщения рекламы можно да только вот так темпераментно ладно обоим авторам хочу сказать большое спасибо за внятное красивое прочтение потому что это тоже очень важно иногда можно своим прочтением уничтожить стихи можно наоборот вот сегодня спасибо Ане и спасибо Ефиму все спасибо я же специально экзаменую перед тем как выпустить в люди да вы что мы берем логопеда проверяем как оно звучит а потом просто никак иначе вот Ефим Львович уже показал себя неоднократно вообще когда этот клуб открылся как раз в июле нет открылся он в июне а в июле 2011 года можно сказать одним из первых выступающих в этом клубе как раз был Ефим Львович Бершин и уже с тех пор показал себя как вполне чинораздельно изъясняющийся товарищ с тех пор развился да вырос над собой даже надо мной он с тех пор еще женился ой вы знаете сколько произошло за это время на самом деле на ком еще может жить ой не не вот это у меня другая роль так более интимные вопросы есть а то все какие-то мелкие там кто-то вот что-то хочет Наталья собиралась вот что-то еще сказать вопрос давайте вопрос давайте вопрос когда человек пишет стихи и такие стихи как бы по следам вашим мне очень интересно когда вы написали свое самое первое стихотворение где вы его прочитали и как оно было принято как оно было принято слушателями которым вы его показали и как оно было принято вашими близкими а это очень интересно четыре очень интересных вопроса на них разные ответы первый раз на меня нашло когда мне было 7 лет я уже не помню что я написал я сказал отцу говорю папа вон я стихи написал ну отец у меня человек был малограмотный слышал что бывает там стихи пишут он говорит не может быть я тебе не верю я говорю ну как же я обиделся вот я написал вот напиши мне другой я поверю я говорю какой отец был футбольным болельщиком активным напиши про футбол я немедленно сел и написал про футбол тогда он поверил но до конца своей жизни я прожил он 87 лет он так в общем-то по-моему и не не узнал что я поэт это честно он знал что я журналистом был знал что ты разбираешься в футболе да в футболе я тоже нормально разбирался то есть какие-то базовые ценности конечно отмечены так что это было очень давно но это конечно не серьезно вообще начал я писать в 15 лет начал писать очень плохо прежде всего потому что я плохо знал язык дело в том что я родом из Новороссии а там разговаривают на специфическом русском языке называется суржик вот и я не знал что это суржик я думал что это нормальный русский язык и на этом языке я написал много стихотворений которые потом выбросил вот и вообще все свои стихи написанные до 35 лет я выбросил кроме двух кажется и там еще пол чемодана осталось но это не считается они выброшены я просто никому не покажу в 15 лет что может подвигнуть ну сами же понимаете что в 15 лет может подвигнуть Рита я вдруг начал себя видеть со стороны немножко это было очень странно потому что до этого я себя со стороны не видел я пел в опере играл в футбол спортом занимался но себя со стороны не видел и вдруг лет в 15 я себя увидел со стороны и задумался что это такое вообще происходит что тут ходит в общем разделение субъекта и объекта произошло вот философы знают да произошло раздвоение личности еще нет до этого было далеко есть наш гость из Филадельфии можно вопрос здравствуйте здравствуйте Ефим Львович Светлана Овсянникова радио Филадельфия 106.5 FM программа часть речи это вот единственная программа на восточном побережье США единственного русскоязычного радио в FM диапазоне которая посвящена миру русской словесности и в частности вот я как человек который занимался поэзией в первой части своей жизни Ахматовой в частности и вот Инны Львовны Леснянской диссертация была посвящена Ахматовой ну и в общем-то это мне интересно все вы знаете тут вот говорили о ваших о том что собственно говоря с чем ассоциируется ваш поэтический мир да у людей не знаю у меня почему-то вот Евгений Рейн как-то вот эта вот история как-то с вами связана и вот то что ваше стихотворение посвященное и не Львовне вот мне интересно у вас были какие-то личные контакты слышала ли она его и есть ли отзывы спасибо личные контакты да договорю фразу она у меня родилась пока вы признавались в своей любви к Ахматовой вот чтобы в зале одновременно находились два человека которые написали диссертацию об Ахматовой и сидели бы в соседних рядах практически не бывает Ольга Аминова и вот ваша коллега тоже диссертация по Ахматовой а раз вы живете в Филадельфии то пусть улетит поводырь дождя в Филадельфию а да конечно можно я проявлю своеволие небольшое это водоворот книжек в природе потому что она вышла в Америке да ну ничего пути книги неисповедимы тоже так ну так вот что касается Леснянской я просто долго жил в ее доме и она называла меня сыночком потому что у нее сыночка не было была только дочка она спросила больше сыночка я сказала буду а Пашу Крючкову внучком вот он был внук моложе а я сынок а Лена Макарова естественным образом стала сестрой тем более что по возрасту совпадение один ну почти в один день я старше на два дня да близнецы такие я жил подолгу жил просто в доме на даче и на Львовной мы очень близки были сейчас еще один вопрос это Сергей Ковальчук замечательный фотохудожник запомните я только хотел сказать я очень потрясен тем что я был давно не был на стихах вот приглашайте приходим вот я хотел спросить вот был когда первый фильм вот старый 95-го года там была в конце музыка и была песня это была вот потому что стихи которые могут быть как бы положены на музыку это были стихи Бродского там был хороший поэт Бродский ну такой неплохой поэт но это было не фильм это была телепрограмма записанная в 95-м году из политехнического музея там шел вечер на котором были представлены лучшие поэты нашей с вами современности а организатором того вечера была литературная газета и ее тогдашний литературный обозреватель Ефим Бершин который всю эту массу собрал и не только на сцену а там вы видели сидели собственно первые лица вот этого жанра и полный зал сидел и вот это вот записывалось тогда это еще было реально да это был битком набитый политикологически сидели в пароходах друг на друге тогда это еще было реально сейчас уже думаю в чем там сейчас одинаково интересно смотреть что на сцену что в зал потому что в зале сидит тоже цвет и если так знать как немножко изменились лица то они там просто наперечет то есть насколько поэзия была еще престижной скажем так слово ужасное конечно но я так скажу можно судить потому что в первых рядах политехнического сидели члены правительства сейчас какого члена извините за выражение правительства можно заманить на вечер поэтически я думаю что невозможно попробовать потому что это уже для меня возникла новая мысль поэты перестали быть сказать нас вынесли за скобки мытья за скобки вообще социума еще есть вопрос вот Саша пожалуйста Тарасов минуточку и вот тут рука была Руслан Сагоболян прозаик замечательный прозаик ну Руслан старший поэтому Ефим меня давно интересует вот что вот повод спросить журналистика твоя не мешала поэзии или наоборот еще как мешала конечно мешала и еще вопрос в таком случае мне мешала постоянно и до сих пор мешает скажем журналистика прозе а вот поскольку я поэзией не занимался никогда и не писал стихов кроме пародий то мне интересует меня вот еще у тебя есть и проза и поэзия а они друг другу не мешают ну вот они как раз друг другу не мешают если говорить о прозе я как раз вот и хотел чтобы за тобой Руслан Саша Тарасов поговорил потому что моя первая проза была документальная проба она была художественно-документальная книга Дикое поле о войне Ренестровской это была первая попытка прозы я до этого никогда прозу не писал писал только журналистские статьи там эссе вот это была первая попытка и я не знаю насколько она удалась но насколько это проза но это такое в общем документальное повествование военное это не мешало потому что я тогда был этим увлечен еще все это было горячо во мне после этой войны поэтому это я как-то писал в охотку быстро проза наверное тоже мешает но дело в том что я же не прозаик я не могу написать большую прозу у меня просто не хватает одного места чтобы долго сидеть я не могу вот поэтому у меня есть два романа но они своеобразные скорее написаны по законам поэзии вот один из них здесь продается маски духа вот потому что я учел значит прискорбный опыт поэтов переходивших на прозу и не стал этого делать я начал писать ее по-своему просто то есть это проза но она составлена скажем так там должно быть эмоциональное восприятие скорее чем логическое но это я сам назвал новый жанр такой для себя сам его придумал уже забыл как назвал книга замечательная я вообще думаю это на грани гениальности я подумал попутно о том интересно можно ли было такую книгу издать в советское время если бы ты такое написал мертвое море в те времена если бы ты написал такую книгу категорически я скажу в чем дело дело не в политических и прочих вещах конечно я никогда не писал политических стихов я никогда в стихах в это не влезал но в советское время в журналах работали потрясающие редакторы они за версту чувствовали стилистические разногласия чужой стиль чужой стиль именно чужой стиль и они не пускали чужой стиль вот потрясающий был человек которого почти все презирали но в результате он оказался очень неплохим человеком в журнале юность отдел поэзии возглавлял Натан Маркович Злотников и у него был потрясающий нюх на это и он как посмотрит первую строчку и говорит нет 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 почему он такой ласковый был нет нет миленький мой голубочек вы хороший такой но мы не будем это печатать потом когда все закончилось и когда стало можно я тогда редактировал поэтическую полосу еще в еженедельнике советской цирки он ко мне пришел печатать свои стихи принес и знаете оказалось что он такой ну небольшой но очень такой крепкий милый лирик который много лет писал неплохие лирические стихи но их не печатал сам потом как-то вот нельзя было именно это стилистика вот проблема наше время вышло но Александр Тарасов Александр Тарасов это обязательно потому что это была рецензия на то самое дикое поле которое сейчас было упомянуто вот Руслан спросил как была проза журналистика поэзии как они взаимодействовали Ефим сказал что сначала они сначала было дикое поле то есть документально художественная повесть о войне в Приднестровье которую Ефим видел не по телевизору как большинство журналистов той поры а из окопов там прямо в Приднестровье вот а Александр написал большую рецензию я буду до сих пор за это очень благодарен Ефим у меня собственно не вопрос у меня есть пожелание если это правда и где-то хранится эти пол чемодана стихов на суржике пожалуйста ни в коем случае не выбрасывай у меня есть один знакомый белорусский поэт который только пять лет назад допер до того что как называется тростянка тростянка вот такой же белорусский суржик это народный язык и очень плохо что то что на нем написано ну и где-то там бытует воспринимается как нечто пародийное это на самом деле отдельный язык следовательно с отдельной литературой живой подожди ты вот фактически ты уже классик Саш ну тебе не кажется что ты просто старый найди старый найди все в печке мне кажется все таки это испорченный русский язык скорее все таки ну ладно раз так то так нет это не билингва конечно нет но если что-то найдется такое что жалко по-настоящему жалко сохраните пожалуйста это как иначе пропадет совсем как иди как иди как иди пропал ну да может быть это был Александр Тарасов с пропагандой службы Саша если я найду я тебе передам а вот Валерия как раз редактор той книги которая продается вот лежит вот там маски духа вот ежели кто имеет с собой какую-то сумму незначительную денег то может отдать ее библиоглобусу который торгует книгой маски духа дорогие друзья я восхищена терпением сотрудников библиоглобуса которые несмотря на то что наше время уже вытекло истекло ушло но тем не менее продолжают нас снимать передавать в прямой эфир и ждать когда мы закроем восьмой сезон литературного клуба Елены Черниковой я хочу со своей стороны поблагодарить ведущего начальника клуба Елену Черникову спасибо вам Елена Вячеславовна было очень хорошо спасибо всем кто пришел спасибо Анне Галаниной Минск Москва спасибо Ефиму Бершину Москва Иерусалим и обратно ну и всем спасибо что пришли я вижу в том числе спасибо Елена Вячеславовна как бы подойти к вам сейчас поросил переклиниться если вы не хотите что говорите подойду на минуту сейчас мы разберемся со всем этим вот ну вот 30 сентября открытие 9 сезон приходите пожалуйста сюда же спасибо спасибо Продолжение следует...